Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, это 38-й урок. В этом уроке я хочу вас научить, как менять штатный текст, например, зайдем в контакты, вот этот текст, да, ну где вот вам сменить, если вам что-то не нравится, да, то есть штатный текст, который вот идет в самой Joomla, может быть английские слова какие-то переименовать, например, видите, вот у нас есть капча, помните, мы ставили, и напротив стоит по-английски капча, да, можно написать что-то по-русски или сделать так, чтобы текст вообще не отображался. Так вот, в Joomla устроено все так, что мы, конечно, можем залезть в код, залезть в языковую папку, найти нужные языки и там исправить, но это достаточно геморройно, тем более, если вы новичок. И потом, если вдруг Joomla обновится или обновятся языковые файлы, то все ваши эти настройки слетят. В Joomla предусмотрена очень классная вещь на этот случай. Сейчас мы с вами рассмотрим, также, например, страницы регистрации, да, если мы заходим на страницу регистрации, какие-то строки вас не устраивают, вы хотите по-своему там переименовать текст, как раз сейчас и попробуем, ну, что-нибудь переименовать. Переходим в админку Joomla, переходим в расширение менеджера языков, и вот оно, так же, как и называется урок, переопределение констант. Кликаем сюда и нажимаем на кнопку создать. Здесь, в принципе, вот есть описание, ну, вначале вам, наверное, будет тяжело понять, вот, констант, это вот определение вот этой строчки. То есть в коде, если вы залезете в код и найдете любой языковый файл, сначала он начинается вот с такой строчки, потом идет равенство, и в кавычках уже идет, например, слово русское или английское, если у нас какой-то англоязычный, например, плагин стоит, и нету русского перевода, да, тогда будут здесь английские слова. Допустим, мы хотим переименовать, вот, видите, капча. Так, вы прямо отсюда копируете это слово, как есть, и вот в это поле вставляете капча и нажимаете найти. Вот здесь, кстати, есть значение, можно искать по константу, то есть, если вы, конечно, знаете ее, ее видно только в коде. Констант, то есть, вы знаете вот эту переменную, тогда вы здесь выбираете констант, и здесь ее вбиваете, и нажимаете найти. Ну, так как мы ищем значение, поэтому я пишу капча. У нас вылезло три варианта, потому что капча используется в трех вариантах. Как понять, если нам нужно изменить только в контактах, да? Мы с вами ставили капчу на регистрацию, и еще есть вот внизу третья, не знаю даже, где это выводится. И вы вот здесь вот читаете, понимаете, ком, контакт, капча, лейбл. Видите, контакт. Значит, скорее всего, вот первое, это то, что нам нужно. Дальше, ком, юзер, капча, лейбл. Здесь, скорее всего, при регистрации. Возможно, вы и там захотите изменить, поэтому делаем так. Кликайте вот по этой фразе, по первой, она отображаться начинает вот в левой колонке. Здесь мы ничего не трогаем, а вот здесь вы пишете то, на что вы хотите изменить название. Давайте, например, напишем просто по-русски. Нажимаем «Сохранить». Даже лучше «Сохранить» и «Закрыть». Все ваши созданные вот эти переводы, они будут вот здесь вот отображаться списком. Идем на сайт и обновляем страницу. Переходим в форму обратной связи. И вы видите, вот здесь написано «Капча» у нас переименовалась на русский язык. Что, если нам здесь не нужно вообще отображать никакой текст? Ну и не обязательно здесь где-то еще, вы не хотите отображать. Смотрите, что можно сделать. Вы заходите, кликнув по вот этому «Комконтакт», а это поле вы просто оставляете пустым. И «Сохранить». Теперь обновляем сайт. Кликаем форму обратной связи. И мы видим, что у нас тут текст исчезает. Но пустой лучше не оставлять, а то получается здесь есть красная точка, а текста никакого нет. Это я вам просто показываю, чтобы вы знали. Смотрите, например, нам нужно поменять также «Капчу» на странице регистрации. Вот я захожу на страницу регистрации. Мы видим здесь тоже, видите, «Капча», да? Для этого вы создаете еще один вариант и опять ищете то же самое слово. И я думаю, что, скорее всего, это вот это второе «Юзерс Капча». Кликаем сюда и здесь пишем. Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт и обновляем страницу. И действительно, я был прав. Вы видите, на странице регистрации у нас поменялась «Капча». И также любой текст, возможно, что-то вы хотите поменять или поменять все. То есть для каждого слова, для каждого значения вы создаете здесь новый вариант. То есть я переименовал два слова и создал, видите, у меня получается два списка. И теперь давайте еще закрепим информацию. Захожу в «Контакты». И вот, например, вы хотите переименовать «Вам не нравится» или «Что-то изменить». Вот в этой форме контактов, посмотрите, вот этот текст. Вы прям целиком вместе с точкой, совсем-совсем копируете. И обратно идем. И давайте попробуем поискать значение. И так как текст встречается в одном только месте, у нас вылазит одна строчка. Мы кликаем и мы без проблем здесь меняем текст на свой. Для примера давайте я оставлю только «Отправить сообщение». А остальное я удалю. И нажму «Сохранить» и «Закрыть». Идем на сайт, обновляемся и смотрим, что у нас текст изменился на свой. Вот так вот легко. И теперь, если вы обновите Joomla и обновите языковые файлы к Joomla, то у вас ничего не слетит, потому что у вас здесь в админке уже выставлены значения, и они будут действовать всегда. И напоминаю вам, если у вас сайт уже готов, если вы его уже разместили на хостинге, на домене, и если вы до сих пор еще не знаете, то я вам напоминаю, что ваш сайт нужно добавить в поисковую систему Яндекс и Гугл. Если вы не знаете, как это сделать, сейчас ссылка на экране, на мой урок. Я в этом уроке показываю, как это нужно делать. На этом я с вами прощаюсь, и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Я это гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.